В последнее время меня очень беспокоит та ситуация, что люди, которые присылают мне свои отчеты, указывают время пробуждения и время сна довольно неадекватно. У меня в ней в питании есть такая графа, время пробуждения и время отхода ко сну. Очень часто встречают такие цифры, как подъем в 5 и отход ко сну в час. То есть по факту вы спите 4-5 часов и вы говорите, да все нормально, в принципе, нормально, я высыпаюсь, но вот как потом у меня вдруг накапливается какое-то недомогание, начинает хотеться больше углеводов, я не знаю, что с этим делать, хочется жирного, сладкого, не надоели эти сбалансированные рационы, хочу сладкого, хочу нажраться чем-нибудь очень сладкого. Да, это очень логично. Дело в том, что когда вы ложитесь спать поздно, вы встаете очень рано, то у вас процесс восстановления не завершается. Есть так называемые правила сна и правила выброса гормонов. В зависимости от того, где вы живете, в час, в три и в пять у нас максимальное количество выброса гормона соматостропина. Это гормон рост. Для детей шикат рост, для нас это восстановление. Так вот, когда ты ложишься в час ночи, то ты пропускаешь первый выброс соматостропного гормона. Он выбрасывается, естественно, в кровь, потому что организм это механизм так называемый цикличный. Но так как у тебя сейчас идет активная работа мозга в час ночи, ты только начинаешь засыпать, как быстрая фаза сна и так далее, то он, скажем так, не отрабатывает свою функцию. Он не восстанавливает твои внутренние органы, мозговые клетки и так далее. Все-таки организм очень важно восстанавливаться. В три часа он отрабатывает, потому что ты спишь. И потом где-то часов в пять ты начинаешь ворочаться, тебе пора вставать на работу и опять мимо. И получается ситуация, что постоянно недовосстановление приводит к переутомлению. Всего лишь надо лечь пораньше спать. Многие из вас мне говорили о том, что я не могу лечь в одиннадцать или в двенадцать, потому что у меня мозг очень сильно работает, и я думаю непонятно о чем. У меня муж рядом смотрит телевизор, дети кто-то спит, кто-то не спит и так далее. Ну, что я хочу сказать. Всегда есть выход. Если в вашей семье так разведено, то дети поберут пример с вас. И, соответственно, как только вы начинаете менять свои привычки, ваши дети тоже меняют привычки. Если муж не хочет спать, ну, спросите его, хочет ли он вас видеть здоровый и красивый. А если вы, так скажем, живете одни и после работы зависаете в телефонах, ноутбуках, в компьютерах, в телевизорах, поймите одну вещь. Когда вы извинчиваете свою нервную систему, глядя в экран, то, естественно, вы будете плохо спать. После работы поужинаете, пойдите прогуляйтесь. Как минимум, здесь мы с мужем либо в одиночестве, кому как удобно. Просто пойдите подышите свежим воздухом. Успокойте свою нервную систему какой-либо спокойной музыкой. Проветрите комнату. Если вдруг у вас не слегка шумные соседи, что бывает сейчас очень часто, купите беруши. Кому-то неудобно. Поверьте, сейчас беруши такие удобные, что они настолько мягкие, что когда вы вставляете в уши, они не сильно ощущаются. Опять же, в процессе сна они выходят из ваших ушей, а утром вы с удовольствием обнаружите их в своей постели. Но это позволит вам быть здоровее и красивее. И если вы восстанавливаетесь и высыпаетесь, то вы лучше контролируете свое питание. Дело в том, что ближе к вечеру работоспособность нервной системы снижается. То есть, когда ты днем, например, контролируешь свое питание и, в принципе, тебя все устраивает, то после где-то часов 9-10 твоя нервная система уже находится на, так называемом, взводе. Ну, она устала. Не буду рассказывать, как работают наши рецепторы, нервные окончания и так далее. То есть, в принципе, открой учебник, кажется, 8-9 класс и посмотрю. Так вот, вечером контроль снижается. Контроль над всем телом снижается. И, например, тебе вдруг стало скучно и захотелось немножко покушать. Ну, мы часто едим для того, чтобы успокоиться. Либо удовлетворить всех каких-то желаний. К сожалению, наши родители когда-то пытались нас задолбить, либо, так скажем, вдохновить, либо доказать нам, что они нас любят, какими-то сладостями. И получается, что у нас этот реплекс выработался. И мы хотим что-нибудь сладенькое. Вечером после работы все расстроенные. Кто-то не расстроенный. Кого-то все просто бесит. И получается такая ситуация, что тебе хочется что-нибудь есть, но ты говоришь, ну, надо спать ложиться. Нельзя. А время где-то сейчас часов 11-12. И твоя нервная система говорит, а, пошло все в черту, я поем. Почему? Потому что твое подсознание в этот момент становится сильнее твоей нервной системы. То есть ты подчиняться начинаешь инстинктам, которые ты сам сформировал. Потому что у нас всего три инстинкта. Голод, сон и продолжение рода. Ты не выспался, ты голоден. Ну, про продолжение рода мы сейчас не будем. Соответственно, прежде чем лечь спать, ты хочешь есть. А это-то давно. И получается ситуация, что ты поемлый, значит, 8-9. Время 11-12. И ты все еще не спишь. Твой желудок уже усвоил пищу, вернее, скажем так, переместил его в кишечник. И ты начинаешь чувствовать, что там пусто. А еще и скучно. А еще все бесят. Почему бы не поесть? Может, пораньше ляжем спать? Хотя бы в 11.